Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас актуальная тема. Сегодня мы поговорим о квантовом дыхании. Почему именно квантовое дыхание? Очень много людей задают вопрос, почему не какое-нибудь другое дыхание, а именно квантовое. Ну, немножечко мы обратимся к квантовой физике. Я расскажу о том, почему именно квантовое дыхание. То есть существуют элементарные частицы, безмассовые частицы, которые несут в себе показатель света. То есть сам фотон — это и есть свет в переводе. Поэтому если мы говорим о том, что сейчас происходит, о переходных моментах, о пятимерном сознании, если мы говорим о человеке шестой расе, то то, что будет происходить с нами в будущем, это и есть состояние присутствия души в духе. То есть это и есть огненное крещение. Само квантовое дыхание, в общем-то, направлено на то, что именно этой техникой человек может стимулировать свои тонкие тела и активизировать все процессы физического тела. Сейчас я вам расскажу о том, как или какое существует отличие между квантовым дыханием и дыханием, которое присутствует у нас на физическом уровне. Ну, на самом деле, наше физическое дыхание, оно, в общем-то, может регенерировать всего лишь 30% функций нашего физического тела. А все остальное находится в таком, знаете, жертвенном состоянии, состоянии, где существует дефицит кислорода, дефицит энергии. Если мы говорим о квантовом дыхании, оно состоит из 12 уровней. И 12 уровень – это уровень дыхания Бога. То есть этим уровнем дышит все мироздание. Если мы говорим вообще о квантовом дыхании, то такими процессами или такой техникой обладали первые лемурийцы. И то, что происходило в те времена, как раз показывает нам о обратном. То есть в данном случае мы говорим о этапах создания человека на всех уровнях сознания. Если говорить о квантовом дыхании как о технике, то в данном случае мы имеем представление о том, как на самом деле тот свет, который является в принципе всем, снисходит в материальную вселенную. И на этом уровне квантовое дыхание, оно как бы обусловлено тем, что мы должны научиться правильно дышать. И квантовое дыхание, оно основано как раз на тех принципах, на тех техниках, которые осуществляет человек в качестве дыхания света. То есть если мы говорим, что будущее наше в духе, будущее состоит в том, что мы будем присутствовать в свете, то я лично не представляю, как человек может быть светом и в общем-то не дышать светом. Поэтому квантовое дыхание, которое состоит из 12 уровней, содержит в себе элемент дыхания светом. То есть первая ступень, это единственная ступень, где человек, приобретая технику квантового дыхания, дышит энергиями. А уже что касается 11 уровней, то в данном случае мы говорим о том, что человек начинает дышать светом. Вот. Этот в общем-то метод уникален тем, что на сегодняшний день нет альтернативы, и мы должны просто вспомнить, как это работает. Если мы говорим о каком-то сакральном понятии квантового дыхания, то 12 дыхание — это дыхание Бога. То есть в данном случае, если мы рассматриваем процессы создания материальной Вселенной, то свет, который образует, вернее, свет, который существует на уровне первичной материи, он снисходит и образует огненные структуры, которые, в общем-то, на уровне дыхания образуют материальную Вселенную. В данном случае мы, как люди, просто забыли эту технику, и нам нужно просто ее вспомнить. Вспомнить то, как мы дышали раньше, на тех уровнях, когда мы еще были, возможно, не в физических телах. Поэтому данная техника предусматривает дыхание на физическом уровне, которое переходит в дыхание энергиями и затем в дыхание светом. Но если говорить о том, что дает вообще квантовое дыхание, то в первую очередь это абсолютное здоровье. Потому что освоив первые две ступени квантового дыхания, мы, в общем-то, приходим к осознанию того, что мы являемся частью целого. И, в принципе, на первых двух ступенях квантового дыхания человек обретает огненное крещение, огненное дыхание, где идет полная регенерация клеток, и человек переходит в совершенно другое состояние сознания, где в большей степени преобладает огонь. То есть не огонь, а свет в его тонких телах. Поэтому, в первую очередь, это абсолютное здоровье. Если мы говорим о переходных процессах, которые осуществляются в данном случае, и то, что у нас будет процесс вознесения, который уже присутствует, мы переходим в пятимерное сознание, мы переходим в шестую коренную расу, то квантовое дыхание является элементом, основным элементом этих переходов. Потому что именно научившись правильно дышать, то есть техникой квантового дыхания, мы способствуем этому сознательному росту, где идет мощная трансмутация на всех уровнях сознания, в том числе мы в этом случае подразумеваем трансмутацию нашей кармы. То есть все процессы, которые присутствовали в нашей дуальности, они очищаются и переходят в совершенно другое состояние, другое измерение. И, в общем-то, квантовое дыхание, оно просто стимулирует человека к тому, что он через эту технику переходит в совершенно другой уровень сознания. Я считаю, что на сегодняшний день квантовое дыхание является основным показателем перехода. И, в общем-то, техника на первой-второй ступени, она, в общем-то, очень легкая, доступная абсолютно всем. И каждый человек, который захочет обучиться этой технике, может просто достаточно быстро и эффективно повысить свои вибрации и перейти, в общем-то, в пятимерное сознание. Но, опять же, каждая техника, она предусматривает определенный опыт, определенное, то есть человеку нужно какие-то применять усилия для того, чтобы этому научиться. Поскольку я являюсь, как бы, не то что разработчиком, а трансформатором этой техники, которая была мне передана в этом году учителями, могу сказать, что, в принципе, по моим расчетам, каждая ступень организована таким образом, что каждой ступени человеку нужно, я буду обучать людей на протяжении одного-двух лет. То есть, по большому счету, каждая ступень, она затрагивает процесс одного или двух лет. Поэтому, то, что касается первой-второй ступени, в общем-то, это уже процесс начался, мы начали обучать людей вот с августа месяца, где у нас прошли семинары на Кавказе и в Краснодарском крае. Есть уже определенный опыт, есть не то что опыт, а есть хороший результат этих людей, которые уже прошли подобную технику. И, ну, к большому сожалению, мы получали достаточно много писем от тех людей, которые по каким-то причинам не могли принять участие в подобных семинарах. То есть, причины нам все известны, возможно, это материальные причины, возможно, это ситуация, когда человек не может вырваться из семьи, из работы. То есть, у каждого свое. Поэтому мы приняли такое решение, что, в общем-то, мы должны дать возможность абсолютно всем людям пройти подобные техники. И для этого, конечно же, лучший вариант – это пройти в онлайне. Поэтому 7-9 у нас состоятся вебинары, где вы сможете получить такую объемную информацию теоретическую. И, в принципе, к этой информации будут предоставлены две медитации. Это первая и вторая ступень, где вы сможете ее на практике освоить. Вот. И это самый уникальный вариант в том плане, чтобы очень быстро и эффективно донести людям о этой технике. Ну и, наверное, самое основное, что получает человек, то есть, приобретая такой курс, человек получает доступ к нашему бесплатному клубу квантовому дыханию. Что это за клуб? То есть, в декабре месяце мы организовываем клуб, где люди, которые прошли уже обучение по квантовому дыханию, смогут абсолютно бесплатно участвовать или принимать участие в нашем клубе. Этот клуб имеет большие возможности в том плане, что каждый человек три раза в месяц сможет выходить в онлайн и, в общем-то, получать информацию и теоретическую, и практическую. То есть, мы будем дважды в месяц выходить в онлайн и проходить медитации по квантовому дыханию, которые имеют такой многогранный аспект. И каждый раз я буду подходить к этому вопросу очень творчески, буду составлять новые медитации для того, чтобы наша большая группа или наш клуб квантового дыхания мог иметь, в общем-то, неограниченные возможности в использовании этой техники. Ну и главное, наверное, то, что эти вебинары, эти медитации являются доступны для всех, потому что, в общем-то, цена очень доступная, это в пределах тысячи рублей. Я думаю, что на сегодняшний день каждый себе может позволить для того, чтобы, то есть, выделить такую сумму для того, чтобы пройти подобные курсы. Я думаю, что вы не пожалеете, потому что информации будет много и медитации, которые вам будут даны, они очень эффективные. И, значит, в заключение хочу вам сказать, что те семинары, которые будут у нас проходить как бы очно, вот в следующем году, в 13-м году, у нас семинар по квантовому дыханию и аннулированию кармы пройдет в Германии. Просто вот эти семинары, они немножечко другие. Вы можете понять, что человек делает за 4 дня на семинарах, а то, что мы будем проходить на вебинарах в течение 2 дней по 2 часа вебинара, это совершенно другое. То есть вы получаете на вебинарах просто технику, технику квантового дыхания. На семинарах же присутствует еще элемент имплантации новых энергий, новых инструкций, потому что там еще существует 7 других медитаций, которые человек проходит. И, в общем-то, на протяжении 4 дней это достаточно такой объемный материал, где трижды в день человек получает информацию, медитирует. Поэтому прошу вас не путать. То есть те люди, которые хотят поехать на очные семинары, пусть не путают с тем, что вот, допустим, если я пройду вебинары по технике квантового дыхания, этого будет достаточно. Возможно, и достаточно, но это не совсем то, что отображается именно на семинарах, потому что на семинарах это семья. Целую неделю люди находятся как бы в таком сплоченном коллективе. Мы путешествуем, мы проходим различные медитации, мы много общаемся на другие темы, которые, возможно, не касаются темы семинара. Поэтому семинары это совершенно другое. Значит, в заключение я хочу сказать, что те, кто не сможет пройти наши очные семинары, я просто рекомендую вам пройти подобные вебинары, которые состоятся 7-9 числа. Я думаю, что вам будет очень интересно, потому что информация для вас будет очень актуальна, и она вообще-то новая информация. Вот. Эта информация будет по бюджету доступна всем, и вам просто не нужно никуда ездить. Поэтому я всех вас жду на этом мероприятии, которое состоится 7-9 декабря. Большое спасибо за ваше внимание, и с нетерпением буду ждать нашей встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!